Спонсор выпуска компания Okfit.ro Что меня мотивирует? А мне ничего не мотивирует. Есть такое понятие, как дисциплина. Мотивация это всего лишь то состояние, когда вы делаете то, что вам лень делать, не хотите делать, сложно делать. Это все херня. Дисциплина, дисциплина, еще раз дисциплина. Всем привет, меня зовут Ален Альтман. И сегодня я делаю 200 подтягиваний за 20 минут. И ты тоже сможешь это сделать. Я научу как. Как я буду это делать? 200 повторений. Мы не будем форсировать, мы будем все делать грамотно. Я буду сейчас делать 10 повторений за 30 секунд. Потом у меня еще есть 30 секунд, чтобы отдохнуть. Первые мои подтягивания, первые 100 повторений, они будут локти строго в стороны, локоть вовнутрь, чтобы максимально сократить широчайшую мышцу спины. После этого, если у меня останутся силы, я буду также продолжать еще 100 повторений. Если нет, я буду подключать бисепс. Соувайтесь, белоснежки, подтягиваемся по черному. Поехали, 200 повторений. Я расскажу немного о себе. Меня зовут Ален, фамилия моя Альтман. Сам я из Одессы. Я украинец. Но я знаю, что по мне не видно. Как я начал заниматься спортом? Во втором классе я был в школе. Мне было 7 лет. И за мной просто побежала собака на уроки физкультуры. Я бегу, бегу, бегу и стал за вам мужчиной, который, оказывается, был тренером по легкой атлетике. Он увидел, как я бежал от собаки и меня пригласил. Таким образом, я занимался легкой атлетикой в течение 12 лет. Я был в сборной Украины в течение 4 лет профессионально. Это, знаете, образ жизни у меня до сих пор. Я понимаю, что без спорта я не смогу. Это как воздух, это как жизнь. Это образ жизни. Это нереально уже его брать. Вчера я пробежал 20 километров, когда я не бегал 20 километров 2 года назад. И я понял, что это реально классно. Это классно узнать свой район. Это классно начать утро с пробежки. Вот я уверен, ты точно говорил или говорила о том, что ты будешь бегать утром. Ты говорил. Ты сделал. Нет, не сделал. Сказал, сделал. Взял и сделал. Это же просто и легко. Знаете, есть такое понятие, как сила воли. Вот чем больше воли у человека, тем больше он добьется. Хочешь красивое тело? Возьми, занимайся. Хочешь быть образован? Возьми, читай. Общайся с такими же людьми. Если хочешь и то, и то, и то, найди себе просто такое окружение, которое будет тебя бустить, мотивировать и делать лучше. Что меня мотивирует? А меня ничего не мотивирует. Есть такое понятие, как дисциплина. Мотивация это всего лишь то состояние, когда вы делаете то, что вам лень делать, не хотите делать, сложно делать. Это все херни. Дисциплина, дисциплина, еще раз дисциплина. Ты встал, знаешь, что у тебя сейчас будет пробежка или какая-то физическая активность. Потом ты знаешь, что у тебя будет завтрак. Потом ты знаешь, что у тебя будет работа. Потом ты знаешь, что у тебя будет обед. Потом ты знаешь, что у тебя будет снова работа. И потом ты знаешь, что у тебя будет тренировка, ужин, отдых. Все. Я это знаю. Я в любой день могу сказать, что у меня будет, какая у меня будет тренировка. Так что мотивирует меня то, что я хочу быть лучше, я хочу качественную жизнь, я хочу качественно жить. То есть здоровье – это один из компонентов качественной жизни. Знаете, вот вам 18, 20, 25, 30 лет. Сейчас, возможно, вы не задумываетесь о том, как важна физическая активность. Вот я тренирую взрослых людей, и они уже понимают, они уже достигли определенных компонентов качественной жизни, но понимают, что здоровье у них, что, у них дыра там. И сейчас эту дыру очень сложно забивать здоровьем, понимаете? Для этого вы сейчас уже можете решать свой вопрос. Мой день – это утро, начинается в 6.30, в 7 я уже покушал, в 7.30 я выбегаю, делаю пробежку порядка 30 минут, в 8 часов я уже обратно дома. Это один расклад. Иногда, если я очень хочу спать, я могу сделать стоп-берпи за 10 минут, и иду в душ точно так же, завтракаю, и день у меня начался. То есть это в 8 часов я уже успеваю и позавтракать, и позаниматься. Это, я считаю, классно. Кофе, книга, и пошла работа. Работа нон-стопа могут быть 6 персональных тренировок, потом обед, потом еще тренировки, и потом еще одна тренировка. Силовая тренировка. Окружите себя людьми, которые точно так же чего-то хотят, у которых точно такие же цели, как и у тебя. Есть такое понятие, как банка с огурцами. Может, смешно звучит, но это так. Если вы окажетесь в банке с огурцами, там, где малосоленые огурцы, вы также станете таким же огурцом. В плане, если вы попали в фитнес-клуб, и там ребята действительно занимаются, вы также будете действительно заниматься, если будете с ними общаться, конечно. Найдите себе такого человека, одного, два. Не обязательно, кстати, его лично знать. Можно быть просто подписанным на канал Мышца РФ. Можно смотреть выпуски, и это будет вас поддерживать, не мотивировать, а поддерживать. Можно подписаться на какого-то парня, девушку, бодибилдера, фитнес-лайфстайл. На кого угодно можно подписаться, просто воспринимать его как своя поддержка. Мотивация, еще раз, хуже, чем дисциплина. Дисциплина всегда решает. Дисциплина, еще раз, хуже, чем дисциплина. Все. Я думал, что пойдут легче, честно говоря. После первого ста, опять же, будет такой порог, когда я должен был снова пересыпать через себя. Потому что сейчас мой вес 89, 90, раньше был 82. Когда вы очень много кушаете, я сейчас ем порядка 6 раз в день. Жирная масса есть, она мне очень нужна. Потому что образ жизни у меня очень сильный, очень серьезный. Такой, вух-вух-вух-вух-вух. So, white is, белоснежки. Только что мы подтягивались по черному, 200 повторений. Теперь вам нужно потянуться по белому. За одну минуту в инстаграме максимальное количество повторений. И канал Мышцы РФ покажет победителя, тот, кто сделает максимальное количество повторений за одну минуту, в одном из своих роликов. Начинайте. Хэштег Мышцы РФ. Ребят, всем удачи. Занимайтесь, развивайтесь, становитесь лучше. Делайте свою жизнь более качественной. Подписывайтесь на канал Мышцы РФ. Классные ребята, которые делают действительно дело. Также вы можете подписаться на мой канал. Ссылка в описании. И инстаграм. Все. Физкульт пока. Сметанки.